ну так вот теперь мы в долине королей королев вот королевом как троллейбусики не положены так что идти нужно пешком по жаре он оттуда вон снизу откуда-то и куда-то туда непонятно потому что указатель это тоже трудно разобрать но мы тут в первый раз сейчас разберемся пошли наверное пойдем перейдем пойдем поищем сейчас попробуем посетить туда нельзя туда мы не пойдем ну вот первую могилу нашли это умеет читать черным по белому написано пойдем спустимся вовнутрь ступеньки думаю здесь нужно не очки фонариков первый залп про богов нам замесили сюда помнить сразу сложно те которые голубые это боги тот который лысый это отец вот этого волоса не забыла как их всех зовут вот здесь вот есть еще нерожденный ребенок 5-6 месяцев прекрасно азирис азирис все различают и здесь различают короче здесь 12 ворот гробницы мы идем гробницы или к вечной жизни как объясняют вот правитель он пропускает вечную жизнь но если кто читать умеет здесь все написано Не хватай. Там лицо с луками. Слава, что ты не делаешь. Там и лицо, смотри. Ну, пройдемся еще раз к выходу. Вот, да. Красиво. Главное, краски странные. Пол неровный, прямо из камней. Вот тут написано, да. Здесь все похуже сохранилось. Все, зайдем посмотрим. Продолжаем прогулку по бане. От гробницы королевы Тити мало чего сохранилось. Поскольку искатели сокровищ, видимо, добрались сюда вперед. Даже саркофага не нашли. Вот, ну это понятно, поскольку она была королевой. Соответственно, у нее там было упаковано очень много драгоценностей. Золото. Золото, золото. В музей оно не попало, соответственно. В принципе, не мудрено. Вот та комнатка, вот в ней предполагается, что хранились все ценности. Да, жалко, что здесь много чего-то, прямо страна. Да. Это вот хранители гробницы. Орел, крокодил. И вон там, вон джин. Вообще, здесь ебтяне свято верят, что у каждой гробницы есть обязательно страж. Вот этот джин, он как раз страж. Вот, и его, по идее, нужно изгнать. Чтобы мог... Да. Ты счастлива? Да, конечно. Идем к третьей могиле. Говорят, самое красивое. Сейчас выясню. Сюда надо подниматься. И, к счастью, здесь уже слегка появилась тень. Да, почти смеркнулась. Одежда мокрая. Ветра сегодня что-то не наблюдается. О, подул, смотри. Санечка, привет. Привет. Ты тоже снимаешь комнату, богу? Я пойду? Санечка, привет. Привет. Ты тоже снимаешь комнату, богу? Я пойду. Надо рамзиться найти еще раз. Мелского. Вот он. Вот он, лысенький. Лысенький. Там тоже. Это как, сын этого Рамзеса III поклоняется богам, да? Ну, как его представляют. А, как его представляют, богу? Угу. Рамзес, давай. О, маленький лысенький. Это в смысле сын Рамзеса? Сын Рамзеса III. Угу, да. Ну, здесь, в общем, все в основном про Рамзеса III. Рамзеса II мы посмотрели в Тошке. Это как Рамзеса, это честно, что Рамзеса III пополняется богам, да? Ну, как его представляют богам, там, все так далее. Так, следующий коридор, это опять начинаются врата в мир иной. 12 врат, которые надо пройти, чтобы попасть в счастливое будущее. Вот они идут. Вот они стоят. Оказалось бы, в нашем садуе врат гораздо лучше. У нас они все платные. Врата в метро, например, тоже. Врата в трамвай. Дочка тоже какая-то пещерка. Наверное, тут тоже что-то было. Какая-нибудь комната подношения. Все это странно тоже. Шеськи, в общем, сохранились. Да, в этой птице хуже всего сохранились. Ее разграбили, поскольку это могила королевы была. Там, по идее, должно было быть много украшений золотых. Поэтому ее разграбили. Гения изгнали, в смысле джина изгнали. Крокодила давно перевелись. Вот. А вот какой-то, смотри, чувак с трёмной. А Рю, видимо, хочется улетел. Какой-то страшный человечек. Это не страшный человечек. Какой же хараон. Угу. Почему у него глазка бежит? Зарезали для него эту самую знак. Угу, точка. Да. Замок. Ну вот, мы посмотрели все три могилы. Да. Субтитры сделал DimaTorzok